Олейское ЦРБ работает по межрайонному принципу. Здесь лечат пациентов из Шипуновского, Усть-Калманского, Черышского, Краснощоковского и Усть-Пристанского районов. В общей сложности за больницей закреплены почти 80 тысяч человек. Чтобы создать достойные условия обслуживания, в 2020 году здесь начали капитальный ремонт. В первую очередь заменили инженерные системы – отопление, водоснабжение, электрику. В конце прошлого года обновили приемно-диагностическое отделение. Зачастую пациенты поступают по экстренной патологии. И сегодня здесь есть весь набор помещений и диагностического оборудования, чтобы быстро поставить диагноз пациенту. Аппараты УЗИ, аппараты КТ находятся в шаговой доступности, аппараты эндоскопические, ФГДС, процедурные кабинеты, аппараты ЭКГ, лаборатория в шаговой доступности. Капитально отремонтировали отделение кардиологии и неврологии. Последнее поступают пациенты с остеохондрозом, эпилепсией, сосудистыми заболеваниями. Каждая палата рассчитана на два места. Есть свой туалет и душ. Изменилось все, конечно, в лучшую сторону. Тогда у нас много переездов было в разные отделения. Очень комфортные условия как для медперсонала, так и для пациентов. Я думаю, что это тоже способствует быстрому выздоровлению. Сейчас в больнице ремонтируют диагностические кабинеты, реанимацию и центр амбулаторно-онкологической помощи. В скором времени планируют оборудовать рентгеноперационную, где будут лечить сложные внутрикосные переломы. Такой практики в Аллейске еще не было. Там планируется развитие травматологической службы, электронно-оптический прибор, ЭОП, чтобы делать внутрикосные остеосиндесы. У меня специалисты есть, травматологи. Достаточно. Желание работать есть. Аллейскую ЦРБ ремонтируют по программе развития здравоохранения в Алтайском крае. В прошлом году на обновление помещений потратили 52 миллиона рублей. В текущем выделили 33 миллиона. Завершить все работы планируют к концу 2023 года. Елена Самарина, Илья Алексеев. Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова